всем привет на канале удачман сегодня у нас с вами будет выпуск вновь посвященной украине украинским беженцам и политике связанной в той или иной степени с украиной самое первое самое главное джо байден после того когда дал разрешение на использование американских ракет против россии на российской территории вдруг через неделю отменил свое решение мотивировав это тем что да действительно применение ракет американского производства против россии на ее территории может вызвать сильнейшую эскалацию конфликта и подтолкнет путина на продвижение дальше на запад почему он это сказал потому что в первую очередь прибалтийские страны латвия литва эстония плюс польша они очень сильно боятся наступления российских войск на свою территорию если уж не не пехоты то в любом случае тяжелой артиллерии крылатых ракет ну кто знает нам не ведь не все говорят но после того когда джо байден разрешил применять американские ракеты против россии на российской территории абсолютно все газеты и интернет порталы новостные стали писать что украина делает хорошие успехи на фронте побеждая и разбивая в пух и прах российские военные объекты на территории россии примерно в ста и в двухстах километрах от границы украины это было где-то где-то неделю целую вот так вот шло 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 и потом вдруг внезапно джо байден отменил свое решение сказал что нельзя эти ракеты использовать против россии вы можете этими ракетами только обороняться то есть получается вот тебе дают что-то тебе дают кусок кусок мяса и говорят вот тебе кусок мяса чтобы ты не не голодал но тебе нельзя его есть ты можешь на него смотреть можешь питаться духовно но желательно чтобы с этим куском мяса ничего не случилось то же самое с этими ракетами одной рукой им дают а другой рукой нельзя нельзя потому что вам же нужно будет все-таки когда-то отдавать отчет по использованию этих ракет куда они ушли сколько их ушло как вы их использовали видно среди вот этих вот глобальных политиков игроков происходит какая-то тусовка какая-то рокировка вот в этой вот жестокой игре скажем так военные шахматы где уже джо байден начинает терять свои позиции как американский президент зеленский конечно поставлен перед сложным вопросом перед сложным при сложной дилеммой вроде бы и защищаться но как бы нельзя вроде и есть вооружение но использовать его нужно так чтобы в первую очередь не спровоцировать путина на дальнейшие более сумасшедшие шаги в отношении украины и не разозлить того кто дал тебе эти ракеты вот такие дела идем дальше или мы с украины он на польской фуре работает слово за слово я спрашиваю ты с какого города я с ивана франковская и как у вас там у нас горит тишина в каком смысле полностью тишина у нас эти люди работают у нас люди отдыхают у нас у нас вообще хоть на западе украины все курорты открытые говорит так что вот туристами приезжают и все подожди а как же война какая война война это вот у этих у киевских и донецких это не развязали вот эту вот дрянь чтобы расколоть украину нас это не касается мы живем по-своему я его спрашиваю хорошо тогда скажи мне как ты относишься к вот этим украинским беженцам которые живут здесь у нас в германии он говорит гоните их на работу я раскрыл глаза говорю что он говорит гоните их на работу этих дармоедов а то что вот ты читал наверное в новостях что свыше тысячи украинцев вот уже до 15 июня должны были освободить квартиры и правильно если они получают от государства социал если они живут в этих квартирах за которые платят государство это не могут сами платить за эти квартиры вот вам мнение украинца который живет на украине или в украине на украине в аляске до в аляске в гавайях в антарктиде но в антарктиде ладно в гавайях в аляске то же самое слышится как-то глуповато или на швейцарии так вот это мнение коренного украинца который приехал сюда и видит все вот это вот ерунду естественно он работает здесь уже давно в германии транзитный водитель и он сказал ну скажи вот сколько получают вот эти вот беженские семьи я говорю но если семья из четырех человек папа мама двое детей они получают плюс киндергель на каждого ребенка в среднем две с половиной тысячи чистыми могут и что ну как что ну вот и государство потом платит за них еще за квартиру а квартира может стоить и 700 и 800 и тысячу могут они от нее хренели говорит и выходить до сих пор их не гоните на работу послушаю у нас канцлер уже сказал о том что все украинские беженцы приехавшие сюда в германию и работающие официально находятся под его защитой это было высказано канцлером после того когда зеленский сказал что всех беженцев украинцев которые работоспособны но сидят на социале пожалуйста верните обратно мы их пошлем на фронт а вот к фронту мы сейчас еще вернемся и он говорит все правильно говорит если не хотят работать что они мне что у него станут забыли он горит в польшу у нас горит они побыли буквально полгода на все их прогнали дальше или хотите если хотите жить в польше пожалуйста идите работать не хотите работать вон отсюда это говорит украинец работающий в польше на территории германии то есть от польской от польской фирмы на территории германии он работает здесь месяц-два потом едет домой в ивана франковск он будет я ведь тоже не могу понять вот это вот если вы бежали этот войны то какого фига выгод каждые три-четыре месяца ездите в отпуск туда на ту территорию на которой вы это идет война говорит или вы считаете что государство идиотское которое вообще можно обманывать со всех сторон и она будет давать вам деньги настолько это на глючи люди что вы просто невозможно по моему ни в одной стране мира такого нет чтобы вот так вот кто-то приехал сюда и начал качать права и государство будет ему давать эти деньги вот такие вот дела это было мнение действительно украинца знающего тоже вот все эти новости интересующегося вот этой политикой и его высказывание отношения к этому вопросу по тем беженцам которые должны были выселить и по тем беженцам которые до сих пор не хотят работать и затронули мы с ним конечно вот эту тему вот идет отправки на фронт людей я говорю а у вас там бегают вот эти вот каких тцк вот эти вот комиссары он говорит они к нам даже на западную украину боятся сунуться потому что ведь если они к нам сунутся это будет последнее что они своей жизни сделали это мы их мин там где всех положим потому что это ведь не мы начали эту войну это не мы развязали этот военный конфликт и к нам это ведь война никакого отношения не имеет хватит говорит наших парней отправляли когда был порошенко в этот ссвопом так как назвал от от его пардон это отправляли этих парней они там бомбили друг друга резали друг друга вот с донецком и так далее хватит мы если даже и случится раскол украины мы к этому это отношение не имеем и иметь не желаем вот такие вот у нас новости на сегодняшний день не забудьте подписаться поделиться видео с друзьями оставить лайк корректно себя вести культурно высказывать свои отношения свое мнение писать комментарии так чтобы они не уходили в спам и сами вы не отправлялись банк и конечно же если вы хотите чтобы аудитория этого канала расширилась зависит все только от вас вы можете распространять эти видео среди своих знакомых друзей родственников чтобы больше людей посмотрела эти видео и как можно больше людей знали правду которую вам не скажут по телевизору или по радио а может быть даже в газетах в общем всем удачи а новостей на сегодня больше нет